В Дворце Культуры Исток прошла церемония награждения участников конкурса «Педагог года». В этом году учителя состязались в профессиональном мастерстве в трех номинациях. Конкурсы сопровождались интернет-голосованием. Курировал конкурс городской учебно-методический центр. Случилось это чудо зимой, в декабре. На крыльях просвещения в наш город прилетел огромный белый пеликан. И город залудел. В школах наших начался творческий процесс. Кого на конкурс отправлять? Кто лучший из всех? Почему пеликан? Да потому что символ учительского самоотверженного труда. Он как бы призвал учителей к состязаниям. Конкурсные испытания для 20 педагогов, которые называют «Педагогической тропой», длились весь ноябрь. В этом году мы проводим конкурс по трём номинациям. Это учитель года, это самый классный-классный среди классных руководителей, и это педагогический дебют. К участию в конкурсе «Педагогический дебют» приглашаются педагоги, которые отработали в школе от года до трёх лет. Поэтому это такой молодой, но набирающий обороты конкурс. Победители муниципального этапа всех перечисленных конкурсов будут представлять наш город на областном уровне. В разных номинациях разные экзамены на профуспешность. Это открытые уроки, презентации, встречи с родителями, мастер-классы, теоретические задания, открытые дискуссии. Любой конкурс – это работа. Работа творческая и напряжённая. Но все испытания позади. Глава города Дмитрий Жариков оценил успехи учителей и сделал своего рода приятный сюрприз и педагогам, и организаторам. Дмитрий Жариков отметил дипломами и подарками всех конкурсанток. В моём понимании, все они победители уже потому, что нашли в себе силы, нашли в себе смелость принять участие, заявить о себе, продемонстрировать свои самые наилучшие таланты, свою преданность к профессии. И самое главное, они показали, что они занимались своим любимым делом, и это самая главная победа. Учителя – люди творческие. Об этом свидетельствовали концертные номера, каждый из которых имел свой смысл. Волшебное выступление студии «Сильфида» олицетворяло собой будущее России. Танец «Белоснежки и семи гномов» вызвал ассоциацию с учительской любовью и самопожертвованием. Как сказали со сцены, все конкурсантки не просто профессионалы самого высокого полёта, они ещё и очень мужественные люди, потому что показать то, что остаётся за закрытыми дверями класса, таинство урока, могут далеко не все. Итак, победители. Конверты вскрываются. Самым классным-классным стала Анна Макеева из 12-й школы. В номинации «Педагогический дебют» победила Анастасия Гончарова, учитель 9-й школы. Учителем года признана Ирина Лавринович, школа номер 7. В интернет-голосовании во всех номинациях победили педагоги лицея Серпухов.